добрый день друзья сегодня мы поговорим о технической стороне приборов и код и других устройств и вообще о том как функционирует живая материя на земле как она может использовать внешнюю энергию для осуществления своей жизнедеятельности я вам говорил уже у меня есть достаточно подробные лекции по так называемым мерцающим кристаллам или quantum аттрактор это новый раздел квантовой механики квантовая кумулятивная механика которая как бы продолжает теорию развивает ее и то что это это явление может быть транспонировано то есть может быть наблюдаться и на квантовом уровне на уровне частиц и на микро уровне и в том числе на уровне звездных систем звездных образований черных дыр и других космических объектов астрономических космических объектов это было как бы это наблюдалось если говорить о космических объектах это было исследовано и было поставлено большое количество экспериментов и я том числе ваш слуга занимался этим достаточно долгое время в рамках своей основной работы сейчас я занимаюсь сожалению немножко другим но это связано из конструкции приборов и куд а потому что мы активно используем это явление то есть взаимодействие внешних полей с квантовым с квантовым аттрактором так называемым мерцающим кристаллом это представляет собой некое пространство окруженное зарядом в данном случае если говорить о микро уровне говорить о мерцающих кристаллах который используется в якути это положительный заряженная область пространство образованная естественно материальными объектами атомами куда за счет туннелирования попадают электроны вот из вот этого вещества где это все содержится образуется такая ловушка то есть если электрон заряжен отрицательно то положительный барьер который ограничивает его движение не позволяет ему вырваться за пределы этого пространства электрон начинает отскакивать от стенок вы знаете что электрон обладает корпускулярно волновым дуализмом то есть это и частица и волна в данном случае мы говорим о волне и получается что электрон осциллируя вот осциллирую в этом пространстве то есть колебая колеблись в этом пространстве образует некую структуру так называемый квантовый аттрактор то есть это образование где существует всплески энергии есть такая функция называется пси которая определяет нахождение электрона в этом пространстве это плотность вероятности нахождение электронов есть некие формулы законы я не буду сейчас говорить закон квантования и как бы закон определяющий уровни энергии в какой-то определенной структуре если мы говорим об атоме то там есть положительно заряженные дров некий экран до от которых от отражаются электроны и они всегда имеют вероятность нахождения которая стремится к единице так вот в квантовом аттракторе где ядра нет и все функции она установленной установлена равна единице это вероятность да то есть в центре вот этого аттрактора да если говорить об энергетике энергия может стремиться к бесконечности то есть это как бы не запрещенное правило существования материи и в данном случае формула которая выражает вероятность плотность вероятности она несколько как бы уточняется то есть там появляется знак бесконечности то есть если мы говорим об и о единице до нахождение то здесь может говорить что вероятность вот эта формула она стремится бесконечности получается такая мощная флуктуация энергии электрона то есть энергии амплитуда вот этого поля сигнала это обычно измеряется в электрон вольтах если вы почитаете то в квантовой физике там фигурирует значение электрон вольт так вот это всплеск может доходить до огромных значений в электрон вольтах и вот эта структура она ведет себя очень интересно если через эту структуру проходит волна то она проходя через вот эту флуктуацию возмущает эту систему еще больше то есть энергетика ее повышается и при релаксации этой системы то есть когда идет возмущение когда возмущение уже прошло из этого аттрактора идет импульс энергии очень мощный вот почему мы и стали использовать это в энерго информационных устройствах потому что именно вот это свойство переизлучение более мощного сигнала в ответ на на облучение аттракторов волной например той волной которая излучает излучается из нашего тела и вот это свойство мерцающих кристаллов можно использовать для усиления информационной составляющей то есть когда мы ставим какую-то матрицу то есть берем или реальное вещество или из или как бы копию этого вещества на различных носителей так как это можно сделать со звуком да то есть мы записываем на магнитную пленку и фактически можем воспроизводить этот звук с помощью например каких-то определенных устройств сейчас это карты памяти раньше была магнитофонная пленка вот и головка воспроизводящие магнитные она позволяла считывать эту информацию с ленты вот так же работает в принципе вот это вот эта система то есть мы можем с этой матрицы информационно считать информацию вот усилить ее и передать на объект воздействия данном случае на человек это выдающиеся открытие я думаю что открытие века здесь не тысячелетия именно это открытие доказывает я имею ввиду квантовая кумулятивная механика как раздел квантовой физики квантовой механики которая объясняет нам очень многие явления то есть это открытие тысячелетия который объясняет нам очень многие явления в том числе феномен жизни то есть почему возникла жизнь как она начала функционировать почему существуют эти системы они неравновесные то есть если поток энергии прекратится жизнь она погиб она прекращается то есть жизнь зиждется именно на поток энергии которые проходят через определенное определенный объект и он может называться живым объектом то есть он может развиваться размножаться иметь период жизни и здесь возникает именно направление которое позвали позволит объяснить феномен жизни то есть жизнь она устроен таким образом что усваивается поток энергии соответственно возникает определенную структуру то есть там в этих живых телах объектах содержится огромное количество квантовых аттракторов который взаимодействует с окружающим пространством сами они энергетически насыщены то есть имеют очень достаточно мощную энергетику и взаимодействие с этой внешней энергетики они образуют всплеск всплеск флуктуацию энергии который может быть вот как мы излучаем энергию окружающей пространстве мы же откуда-то ее берем это следствие того что мы поглощаем извне потоки энергии и перезлучаем их и в нас работают вот эти квантовые аттракторы то есть понимаете уровень разработок то есть понимание вот этих всех вещей дает возможность все ближе подойти к разгадке феномена жизни это первый момент второй момент мы можем создать огромное количество новых устройств новых препаратов которые будут базироваться основаны на мерцающих кристаллах но вот этих вот явлениях то есть мы можем брать просто чистую информацию использовать ее для взаимодействия с полями человека то здесь они одни от массив одних аттракторов взаимодействует с массивом других аттракторов аттрактор это вот как раз вот это образование энергетическое да где происходит очень мощный всплеск энергии то есть это тот энергетической квантовая точка есть так можно выразиться вот сейчас это этот феномен тоже используется и уже используется в технике в технологии в светодиодах и других устройствах электро в новой электронике где используются квантовые точки можете о них почитать и вот природа этих квантовых точек это мерцающие кристаллы то есть это флуктуация энергии которая возникла в результате определенных материальных образований то есть объектов материального мира где происходит образование вот этих вот как бы замкнутых структур на основе электронного газа газа ферми если вы почитаете квантовую физику вы поймете то есть например в металлах есть газ ферми да есть поверхность ферми эта поверхность где существует свободно электроны где они могут двигаться по кристаллу и соответственно переносить заряды в данном случае если мы говорим о токе проводимости не а токи смещения потому что знание вот этих вещей дает возможность понять что такое электричество и как переносится заряд то есть это тоже связано с опять же с квантовыми аттракторами опять же с мерцающими кристаллами вот что вот что интересно то есть мы все время имеем дело зарядным со свойством зарядности объектов то есть положительные отрицательные заряды если туда попадут положительно заряженные частицы они соответственно образуют квантовый аттрактор положительно заряженный то есть это вот ну скажем представьте себе шар мячик да которая поверхность которая заряжена положительно до туда попадает электрон и он уже не может вырваться за пределы да а попадает он за счет свойства туннелирования то есть электрон он может в определенный момент времени энергия может превышать потенциальный барьер перехода из одной части в другую часть это известное явление можете почитать я вам говорю вещь которую можно почитать в интернете если вы не поленитесь и вы зайдете в интернет и все это посмотрите и так вот то вот это вот этот раздел коммунитивная квантовая механика который я тоже имею отношение то есть я как бы участвовал в этом процессе разработки этой теории я был экспериментатором и мы делали образцы которые имели очень интересные свойства и для того чтобы объяснить их мы привлекли физиков теоретиков которые и на основе вот этих экспериментов занимался мой мой отец ныне покойный и я достаточно долгое время и и мы как бы разработали вначале метод получения новых материалов композиционных материалов а потом уже на основе свойств этих композиционных материалов возникла вот это вот чего квантовая теория коммунитивная квантовый механик вот это как бы предыстория до возникновения того же и кута то есть уже в дальнейшем как бы транспонирование этой теории на определенные как бы объекты до данном случае это квантовые точки или мерцающие кристаллы используемые уже в и кутах и в энергоинформационных препаратах вот это и дало возможность открыться вот этому новому направлению назовем это так биологическому направлению если мы говорим здесь у костной материи о определенных покрытиях да то есть мы их можем тоже назвать живыми металлами до материалами данном случае металлами там оксидами гидро нитридами карбонитридами оксинитридами и так далее так далее так далее то есть их огромное количество вот этих всех образований которые формируются вне стационарных условиях если мы говорим о том что костная материя имеет определенную структуру и кристалл кристаллическую структуру то если уровень энергии формирования этой структуры превышает некий некий предел то есть если мы опускаемся ниже то у нас формируется скажем так костный кристалл он характерен именно для этого вещества для этих атомов и так далее то есть это нормальная кристаллическая решетка но если мы превышаем уровень формирования этой структуры то у нас уже возникает новый материал композиционный материал так называемый псевдо кристаллический материал то есть это кристаллы не характерны для этого вещества и вот эту кристаллическую структуру можно менять до бесконечности все зависит от того какую энергию вы вложили изначально формирование этого вещества вот и здесь можно создавать огромное количество новых композиционных материалов совершенно с фантастическими свойствами мы это сделали и мы получили эти материалы конечно в ограниченных масштабах и объемах вот и естественно мы их исследовали есть большие работы научные которые именно подтверждают вот это вот как бы вот этот процесс образования вот и на основе объяснения вот этих всех вещей да то есть там уже получается что когда мы формируем не характерную структуру вещества то там уже начинают работать другие механизмы это механизмы на на мира на на частиц когда частица а приди свойства частицы определяется не его внутренним объемом а поверхностью этой частицы то есть она имеет всегда заряд то есть маленькая частица имеет заряду почему происходит бровнское движение да вот потому что и в том числе заряд тоже влияет на движение этой маленькой частицы если это все сделано как бы в объеме материала то есть там содержится наночастицы идет раздел фаз так называемых да и то есть есть частицы одного свойства и другого свойства с определенной поверхностью и вот эта поверхность определяет свойства материала и вот здесь уже начинает работать квантовая кумулятивная механика и вот когда я делал кутэнерджи да то есть я брал порошковые материалы то есть частицы большого количества материалов смешивал их в определенной пропорции и получался вот этот вот композиционный сложный композиционный материал который начинает взаимодействовать с нашими биополями мы изучаем электромагнитные никто магнитную компоненту никто магнитные компонента влияет на спин вещества то есть на спин электронов протонов и так далее а электромагнитная составляющая она взаимодействует именно непосредственно с волной с электронным газом газом ферми и вот как бы перезлучение этой составляющей да то есть каждая электромагнитная волна она содержит не электромагнитную они идут вместе если возьмете любую частоту там есть и не электромагнитные компоненты мы ее не видим но мы можем по фиксировать электромагнитную волну и по и косвенно говорить что там мы и фиксируем то поле которое содержится вот в этой вот часть то есть она не электромагнитная она не относится к зарядности вот все торсионные поля не не электромагнитные вот они относятся к полям кручения торсион это кручение то есть это вихрь и вот это свойство вращения да она тоже образует полевую структуру и вот мы взаимодействие вот то есть все объекты они воспринимают и и эту и эту волну то есть волна электромагнитная влияет на электромагнитные свойства вещества на химические реакции торсионные компоненты влияет на спины вещества то есть как расположен волчок да то есть электрон вращается он имеет спин его направленность определяет шестью координатами и вот если торсионное поле проходит через вот этот вот эту структуру то спин изменяется когда поменять мид и с этим связано изменение физического физических свойств объект то есть как расположены спины соответственно так может вы строится и выстраивается структура вещества почему воздействие торсионного поля до меняет структуру тех же как бы тех же пластиков расплавленного металла и так далее то есть это подтвержденные факты вот и в данном случае мы используем вот эти свойства мерцающих кристаллов можем осуществить взаимодействие влияние на наше биополе наше биополе будет изменяться и соответственно изменяться наше состояние то есть открывается огромная огромная область которая позволит именно взаимодействовать воздействовать и взаимодействовать с телом человека менять его характеристики продлевать его жизни и так далее так далее все энергоинформационные препараты они с этим связаны мало того что мерцающий с помощью квантовой кумулятивной механики можно объяснить левитационные эффекты то чем занимался гребенников и свойства живой природы да то есть у тех же майских жуков они тяжелые и они не могут летать но за счет того что они содержат вот эти квантовые кумулятивные то есть квантовые аттракторы они способны летать то есть они обретают свойства как бы теряют вес за счет того что содержит вот эти элементы где идет взаимодействие полей так как мы находимся в конденсаторе вот то флуктуация электростатического поля позволяет менять весовые характеристики предметов вот и гребенников этим и занимался и это понял квантовый аттрактор можно рассчитать то есть можно рассчитать ту ячейку коту о которой говорит гребенников он тень на плетень наводит но мы можем скажем так вот эти антигравитационные свойства материи воспроизвести за счет понимания квантовой кумулятивной механики то есть вот этих вот взаимодействий в там есть формула там есть закона и так далее то есть подставляя формулу определенные значения мы можем рассчитать ту структуру которая будет осуществлять вот эти вот то есть будет проявлять антигравитационные свойства я это все сделал на самом деле у меня есть ячейки вот они имеют определенную форму и они копируют квантовый аттрактор то есть вот именно структуру квантового аттрактора и и там идет взаимодействие именно электро статического поля внутри то есть мы имеем не дело не с электронным газом до газом ферми а мы имеем дело с электростатик это статик всегда затачивается на поверхности то есть электротический заряд внутри тела он не не фиксируется он фиксируется на поверхности вот и создавая определенную структуру поверхность эпс эффект полостных структур именно основан то есть его природа именно вот такая вот это квантовый квантовый аттрактор я говорю что это может быть как бы транспланированный на маленькие объекты и на большие объекты вот как раз это и есть вот это вот водка этот квантовый аттрактор вот и мы строим вот этот вот вот эту структуру да то есть определенную форму мы уже можем определить можем вывести из этого то есть создать определенную форму где будет осуществляться именно переменный периодический процесс который создат тягу нам нужно создать тягу для того чтобы скажем так преодолеть весовые характеристики какого-то предмета и вот на этой основе можно строить антигравитационные двигатели достаточно мощные на основе вот понимание вот этих вот всех закономерностей то есть это отрасль которая в принципе может изменить ну по крайней мере нашу технику и технологию радикально квантовый кумулятивный механика она объясняет как дальше нам двигаться в каком направлении в плане конструирования новых материалов вот то что сегодня хотел доложить вы можете проверить как работает квантовый аттрактор объясню наш вам нужно взять какую-то такую маленькую она должна быть типа шара такой шаровая вот и небольшого размера вот налить туда воды вот и можно взять капельницу или шприц и в центр капать капать капельки вот когда капли начинает падать взаимодействует с вот эти вот структуры там возникает резонансный резонансный эффект то есть волна отражается от стенок то есть капли возмущает и создает волну так называемые кос волны есть символ на из кос волны асин волны они формируют флуктуацию за пределами центра а кос волны как раз у них максимальная всплеск энергии в центре кос волны это новое как бы понятие это связано я вам говорю терминами квантовой кумулятивной механики вот кос волна она формирует мощной фуктуации в центре аттрактора то есть в центре вот это вот образование и вот вы копаете когда капля когда падает она формирует волну и волна выталкивает и еще больше и капли как бы идет противо капли летит то есть капелька отделяется от общего объема жидкости начинает двигаться по направлению именно падающей капли и этот всплеск очень мощный большой вы можете такой эксперимент провести и в принципе это доказательство работа квантового аттрактора вот и также работает ячейка гребенникова то есть взаимодействие с переменным электростатическим полем рождает флуктуал мощную флуктуацию энергии электростатического поля уходящего по энергетике по амплитуде уходящей в бесконечность и поэтому вот эта система начинает очень мощно работать и осуществляется антигравитационный эффект вот мы это научно с точки зрения теории сначала была создана золотарем и гребенником теории эффектов полостных структур это открытие вы можете о нем прочитать в интернете вот а это уже на квантовом уровне на уровне значит выводов квантовой механики можно это доказать и расписать то есть это уже подтвержден конкретно теоретическое подтверждение вот этого эффекта и ps эффекта пластных структур то есть полости возникает зарядность вот и она формирует вот это поле который мы можем чувствовать вот под действием которым вращается крутильные весы там и прочее то что чем занимался гребенников и что он обнаружил на уровне своих как бы знаний до этимологии вот он занимался насекомыми вот и мы это в общем сейчас уже теоретически подтвердили что удачи существует действительно эффекты ps эффект пластных структур и мы используем этот эффект в формировании вот этих вот кристаллов и кута то есть мы берем структуру которая способна взаимодействовать с нарис энергии окружающего пространства и формировать вот эти всплески флуктуации энергии причем это универсальный резонатор то есть он может взаимодействовать с любыми потоками энергии которые мы пропускаем это вне зависимости от длины волны вот что очень важно понять то есть нам не нужно подбирать это в резонанс определенной структуры хотя резонанс там возникает именно основе вот этой структуры то есть мы как бы взаимодействие с полями да и имея большой набор квантовых аттракторов мы можем захватить вот эту область полей нашего биологического и направить их внутрь организма можем модулировать их каким-то сигналом например лекарственным препаратом и так далее мы это все сделали и подтвердили очень эффективную работу мерцающих кристаллов то есть это совершенно совершенно новая фантастическая область которая изменит нашу жизнь радикально если мы на нее обратим внимание конечно потому что меня знают очень мало людей вот и вполне возможно что это будет забыто человечество потом это все к этому вернется потому что книги выпущены это это литература есть но она не осмысленно еще и многие не понимают значение огромное значение вот этого открытия для человечества не понимают и думаю что должно пройти достаточно большое количество времени для того чтобы ну мы могли это использовать практически я ты уже использую практически давно потому что мы как бы в это в этом варились да и мы знаем это все хорошо вот но остальные люди они недопонимают и не понимают в какую область мы вступили революционную область новых материалов новых открытий и так далее так далее так далее вот поэтому вот такая вот история спасибо за внимание для многих этот ролик будет немножко непонятен вот я рекомендую ради интереса найти работы филиппа ивановича высекайло по квантовой кумулятивной механики есть у меня большая монография толстая книга как в соавторсти с моим отцом на непокойном вот и если кому нужно я могу выслать ее для ознакомления то есть когда вы все прочитаете поймете как действует и работает и код вот и вы в общем-то будете понимать что это реальные приборы которые реально могут вам помочь в том числе поправить здоровье буду способствовать развитию ваших способностей возможностей выносливости так далее то есть это совершенно совершенно фантастическое как бы свойства этого прибора при воздействии на человек и понимание как это работает мы можем объяснить и как работают и структурный усилитель так далее привлекая вот эту теорию квантовой кумулятивной механики то есть все практически сводится и зиждется вот на этих свойствах свойства взаимодействия полей с определенными структурами активными назовем так активными кристаллами они все время флуктурируют они все время колеблется то есть они находятся в наивысшем энергетическом состоянии возбужденного вещества вот это очень тоже важно понять на этом я заканчиваю свою лекцию спасибо за внимание до новых встреч под роликом будут все мои координаты и изучайте книги читайте покупая приобретайте манифест у меня где есть литература который спасу будет в силах изменить ваше мировоззрение переориентировать вас на современное состояние современного общества и понять как дальше жить спасибо за внимание до новых встреч